Каски, снаряды, лопаты, котелки и другие предметы быта солдат Красной Армии. Эти экспонаты времен Великой Отечественной войны нашли студенты СПТ в ходе раскопок вахтопамяти, которые проходили в Демьянском районе Новгородской области. За три недели участники поискового отряда, в который вошли в Саровчане, нашли останки 18 военнослужащих, часть из которых уже удалось опознать и торжественно перезахоронить. Сподвигся в интерес, просто было интересно, что это такое, попробовать себя, ну и патриотические какие-то мысли. Потому что деды воевали как бы не просто так. Евгений Халявин заканчивает первый курс. На предложении поучаствовать в поисковом отряде согласился не раздумывая. Юноше хотелось прикоснуться к истории и отдать дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Евгений рассказывает, что жить приходилось в непростых условиях, а при раскопках следовать четким правилам. Сначала ходим с металлоискателями, если находим какой-то медальон, либо ложку, либо каску, обкапываем это место там 3 на 3 метра и уже потихонечку начинаем собирать. Если находим кости, то сразу все не вытаскиваем, чтобы можно было представить картину, как вообще проходил сам бой, либо как умирает этот человек. Информация о прадедушке Даниле Шутова зафиксирована в книге памяти героев войны Перевозского района Нижегородской области. Много интересных фактов из биографии родственника студент узнал от своей бабушки. Самое, наверное, эмоциональное для меня это. Я узнал, что мой дедушка встретился случайно со своим отцом на войне под Берлином. Историческая конференция, посвященная биографиям участников Великой Отечественной войны, прошла в Саровском политехникуме впервые. Студенты представили 11 докладов. При подготовке к выступлению юноши и девушки на практике изучили все этапы создания исследовательской работы. Они проводили исследовательскую работу, то есть методом интервью родственников, поиском на сайте, в архиве, узнавали о родственниках своих, не только ветеранах войны и тружениках, тыл, узниках, концлагерей, блокадников, кто попал в блокаду Ленинграда. По итогам конференции лучшие исследовательские работы студентов были отмечены дипломами и памятными подарками. Дарья Цапарина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.